Расскажи, Снегурочка, как дела? Расскажи, Снегурочка, где была? За тобой убегала Дед Мороз. Давай уже продолжим. В студии у нас гость. Расскок, ты спел, да? Да. Итак, друзья, мы говорим сегодня про Деда Мороза, потому что у него день рождения. Если вы хотите поздравить Деда Мороза с днём рождения лично, то это нужно брать и делать прямо сейчас. И самое главное отправляться-то куда? В Великий Устюг, правильно? Ведь именно там и живёт главный волшебник страны. А как туда добраться, нам расскажет заместитель генерального директора туристической компании Дарья Ерхова. Дарья, доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, есть ли туры, которые можно совершить туда в резиденцию Деда Мороза? Туры ежегодные. В этом году мы едем с 3 по 7 января. Это экспресс-поезд, сказочный экспресс-поезд, который идёт только с туристами, то есть в поезде нет обычных пассажиров. Для того, чтобы лично увидеть Деда Мороза, лично с ним поздороваться, сфотографироваться. Ну и, в общем-то, такой проект он ежегоден, и мы осуществляем его уже в течение 9 лет. То есть вы говорите, что это популярное направление, да? Это очень популярное направление, да. Набирается из Челябинска, ну минимум 8 вагонов выезжает, а иногда и больше. Так, подождите, а с какого времени тогда начинает этот поезд двигаться? Он же не круглосуточный? Это, так скажем, проект, который ставится именно в новогодние праздники, он бывает раз в году. То есть нет регулярного сообщения Челябинск, Великий Устюг, и это туристический поезд, то есть это чартер своего рода, который едет в новогодние праздники Великий Устюг. Наверное, самый главный вопрос, который волнует всех, во сколько обойдётся такая поездка? В среднем 20 тысяч рублей на человека. Даже на ребёнка? Ну, градации есть определённые, то есть это плацкарты или купе вы выбираете, возраст ребёнка. Но если в среднем говорить, то это в районе 20 тысяч. Помимо поезда, есть ли какие-то другие пути самолётом добраться? Своим ходом. Достаточно проблематично, на самом деле, если мы говорим про новогодние праздники. Но аэропорт, к сожалению, в Великом Устюге отсутствует, да. Ближайший это Вологда, 450 километров от Великого Устюга. Если говорить о регулярном сообщении, то его, к сожалению, нет. И вам нужно будет добираться до станции Котлас. Дикарями, конечно, можно поехать, но предупреждаю туристов о том, что это не нужно делать в новогодние праздники. Либо до, либо после. Потому что в это время город принимает огромное количество поездов со всей России. И, ну, конечно, просто даже пройти куда-то будет проблематично, потому что всё будет настроено на приём групп. Так, а помимо того, что мы вот сможем увидеть, мы уже сегодня показывали небольшие отрывки именно с резиденцией, да. А что можно ещё вообще увидеть? Ну, начнём с того, что в городе существует почта Деда Мороза, куда приходят все письма, да, о которых мы говорим сегодня. Сам город достаточно интересный. То есть это и архитектура, это и быт определённый русского севера. Музей игрушки ёлочные, прекрасный Великом Устюге, где сохранились ещё игрушки, которые в царской России производились и висели на ёлках. Поэтому весь город, он посвящён, да, такому вот празднику, как Новый год. И даже взрослые начинают верить в чудеса в это время. Дарья, хотела спросить у вас, вот мы сказали, обозначили цену 20 тысяч. Это только проживание, проезд или что? Это всё полностью включает в себя, да, пакет. То есть это и проживание, и проезд, и питание, и экскурсионная программа, и все посещения, и городской резиденции, и загородной резиденции, все интерактивные программы. Но ещё такой бонус для наших туристов в этом поезде существует. Мы посещаем ещё один сказочный, ещё одно сказочное место, да. Это, получается, родина Кики-Моравятской в Кирове. И тоже там проводим программу интересную, активную, очень весёлую. Это сколько дней идёт? С 3 по 7 января, это 5 дней и 4 ночи. Спасибо вам огромное. Всё, я думаю, что теперь сказку точно все будут верить. Спасибо огромное нашим гостям. Дарья Кирхова, заместитель генерального директора туристической компании. У нас сегодня была в гостях. Далее у нас сюжет Евгения Малышко. Она познакомилась с челябинским библиотекарем, которая вошла в топ лучших по своей профессии по нашей стране.